Итак, дорогие друзья, всем огромный привет! Начинаю сегодня с вами новый влог. Этот влог будет о том, как проходит День Мамы. И немножечко сейчас он видоизменился, потому что у меня Софийка ходит в садик. Кто видел два последних видео, тот в курсе. Итак, я отвела только что Софийку в сад. Я сама не завтракала, ничего не убирала, не делала. У меня в квартире абсолютный караул. Но есть некоторые дела, которые необходимо сделать. Первое из них это хотя бы позавтракать быстренько. Ну а следующее дело это у меня созвон 10 часов с бухгалтером. Мы подаем декларацию раз в год, это по Валбересу. Мне сейчас нужно будет купить подписку Крипто Про, установить там новый браузер, потому что мы с ней вчера созванивались и у нас ничего не получилось. После созвона, надеюсь, все пройдет нормально, в планах у меня небольшая уборка. Немного вам поснимаю, ну а потом пойдем вместе с вами за Софийкой и активно проведем этот день. Сегодня у нас пятница, по идее короткий день, но у Паши сегодня на работе там коллега его уволился, поэтому они собираются немного посидеть. Ну а мы найдем, чем заняться с Софийкой вместе. Добро пожаловать в новый влог, желаю вам приятного просмотра. Давайте покажу, что у меня на завтрак. У меня тут два яйца, хлебушек. Я сейчас хлеб маслом намажу, положу яйцо, посолю и буду есть вместе с овощами. Также у меня тут нарезаны фрукты, но это больше для Софийки. Я вчера делала такую вот низенькую шарлотку. И тут у меня еще прием утренних витаминов. Вот здесь пью компот, скоро налью себе кофе. Всем, кто сейчас ест, желаю приятнейшего аппетита. Я уже быстренько поела с собой на балкон, взяла кусочек шарлотки с кофе. В общем, включаю компьютер. Будем сейчас делать дела. Не знаю, сколько у меня это времени займет, надеюсь, немного, и все у меня получится. Вот, потому что нужно, конечно, уже все сделать, декларацию сдать, чтобы голова ни о чем не болела. Вот, и дальше уже будем заниматься с вами домашними делами. Что хочу сказать. Прошло, наверное, часа полтора. С того момента, как я решила, что мы с бухгалтером все быстро решим, подвесим декларацию в налоговую, ничего не вышло. Я надеюсь, что сейчас я приду на дневной сон, Софийку приведу, и постараюсь как-то наладить все это дело за компьютером, потому что мне пишут, что у меня не установлена программа. В общем, не буду вдаваться в подробности. Там свои какие-то тонкости непонятные для меня. Сейчас выясню, когда придем с Софийкой. Но на данный момент у меня есть 20 минут свободного времени, чтобы сделать хотя бы одно дело в спальне, где будет спать Софийка. Чтобы пока она будет спать, я там доделаю дела за компьютером. И буду убираться немножко по квартире, приводить в порядок, потому что то, во что она приводилась, конечно, не дело. Им пора бы немного заняться. В общем, я там посидела полтора часа за компьютером, ничего у меня не вышло. В итоге я позалипала 10 минут в интернете, просто чтобы разгрузиться, потому что мне немного всколыхнуло, я раздражена была дико этой ситуацией, потому что второй день, трачу свое время, не один час достаточно много, я считаю. Вот. И ничего не получается. Надеюсь, что не придется ехать в налоговую в итоге с этой декларацией. Надеюсь, получится удаленно. В общем, посидела я в интернете и после этого решила, что нет у меня никакого желания и сил сейчас наводить какой-то порядок. Немного отдохнула, выдохнула и пошла в душ. Привела себя в порядок более-менее, голову помыла, немного румяна нанесла, хоть лицо стало более-менее живое. Поэтому сейчас мы с вами вместе в спальне приберем. Здесь нужно поменять постельное белье и протереть пыль. Ну, также убрать тут просто так. Немножко накидали стихийные вещи, которые должны быть на своих местах. После того, как что-то идет не по плану, лучшее решение взять маленькую паузу, выдохнуть и принять все как есть. Что, в принципе, я и сделала. Ну, а далее я делаю что-то руками и разгружаю голову. Поэтому смена постельного белья в этот раз – это своего рода перезагрузка. В этот раз вместе с постельным бельем я забросила в стирку еще и на матрасник непромокаемый, который у нас лежит на нашем матрасе. Так как белье я не меняла месяц точно, мы всей семьей болели, София спала с нами все это время. Ну, и само собой, но матрасник был, естественно, не в самом лучшем виде. Все белье я стирала в этот раз на режиме хлопок и добавила обработку паром, чтобы наверняка отошли все пятна. А в отсек для порошка я насыпала средства от пятен, гель для стирки и кондиционер для белья, чтобы белье было после стирки максимально мягким и комфортным. Ну, а сейчас отвечу на вопрос, который вы мне задавали в телеграм-канале. Планирую ли я возвращаться на работу после декрета? Какое у меня хобби и чем я увлекаюсь? На работу после декрета возвращаться на данный момент я не планирую. И у меня есть на данный счет свои мысли, которые немногим будут близки. Но немного раскрою эту тему. Могу сказать, я очень хочу видеть, как мой ребенок растет, принимать активное участие в ее воспитании и развитии. Вместе с тем, не забывая про свою реализацию и развитие, но на первом месте у меня семья. По поводу хобби я очень люблю снимать и монтировать видео, поэтому, собственно, у меня и есть этот YouTube-канал. Для меня это своего рода отдушина и самореализация. Все, что я сюда выкладываю, я делаю из чистой любви к этому делу. И, надеюсь, я ответила полно на ваш вопрос. А сейчас я тщательно прохожу пылесосом по кровати, чтобы собрать всю пыль. Не мешало бы еще пройти влажной тряпкой по изголовью, где лежат наши подушки, но уже время немного поджимало, поэтому я это оставила на следующий раз. Далее перехожу в детскую комнату. Здесь тоже нужно немного привести все в порядок. Заправляю кровать, убираю все лишнее из комнаты и обязательно открываю окно, чтобы проветрить после ночи. Субтитры сделал DimaTorzok И уже пришло время бежать за софичкой в садик. Я решила быстро собрать одежду с ушки, чтобы после того, как мы придем, сразу можно было развесить постельное белье, что сейчас стирается в стиральной машине. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в детскую комнату. Добро пожаловать в детскую комнату. ой 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 вкуснятина ты кушать будешь сейчас руки помоем где мы покажешь свет включай включай спать побежали спать Сегодня я забрала Софийку в 12.30, после обеда воспитатель в саду говорит, что Софийка хорошо кушает, но приходя домой она все равно ест еще. И все время после садика и до обеденного сна я стараюсь с ней разговаривать, задаю вопросы, чтобы восполнить то время, что меня не было рядом. Далее по расписанию у нас процедуры, у Софии сейчас лезут жевательные зубы, и из-за этого очень много соплей, поэтому каждые 4 часа я промываю ей нос аквалором. София дневной сон, ну а у меня время на себя и на заслуженный отдых. Время 13.20 примерно, и в это время я обедаю, либо перекусываю. Сегодня мне захотелось чего-то более сытного, поэтому я достаю себе суп из холодильника и разогреваю в микроволновой печи. Я люблю включить себе на фон какой-нибудь сериал, сейчас, кстати, я пересматриваю сериал Викинги, он мне безумно нравится, несмотря на свою жестокость и порой очень откровенные сцены. Расскажите, а вы смотрели этот сериал? Если нет, то я могу смело его вам рекомендовать. Ну а я достаю себе столик и наслаждаюсь часом тишины. Софийка проснулась, да? Софийка, ты вкусненький пирог кушаешь, да? Шарлотку? С компотиком? Да? Вкусно? Мама тебе дала? Вот так, да? Мы вместе умеем. Класс. О! Ставьте лайк! У нас после обеденного сна перекус такой, шарлотку вчера делала. Во! Шарлотка вкусная, да? Уже кусочек съела и налила себе чай. Сейчас Софийка доест пирог. У меня будет 20 минут, пока она будет смотреть мультик. Будет чаепитие, а потом уже с вами займемся делами. Думаю, отвечу сейчас еще на один вопрос из телеграм-канала. Меня спрашивали про прикорм Софии от начала до успеха. Я могу сказать, как это было у нас, но не претендовать на какую-то истину того, как нужно делать. Я даже пытаться не буду, поэтому расскажу чисто о том, как было у нас. Итак, прикорм я вводила в 6 месяцев и начала, как и все, давать сначала кабачок, брокколи и далее по списку. Видео пюре, разные овощи в первой половине дня. Первый день прикорма половину чайной ложки и каждый день увеличивала порцию. И так до 4 дней давала один овощ. Затем вводила следующий. Если вдруг случалась аллергическая реакция, я убирала овощ до момента, пока реакция не уходила, и вводила продукт снова, на который была ранее аллергия. И, как правило, все происходило уже без реакции. Нужно также отметить, что она очень мало ела. Но я не переживала, так как у меня она была на грудном вскармливании до года и 2 месяцев, и свою порцию витаминов она получала точно. В какой-то момент, месяцем к 8, София у меня полностью отказалась от пюре, и я решилась дать ей кусочки. И с того самого момента она больше никогда не ела пюре. Дело с кусочками пошло намного лучше, она стала сама просить еду и с большим удовольствием ела и жевала. Да и проблем с глотанием у нее не было. В годы ее жизни я перевела ее за общий стол, но это не значит, что она стала есть соленую пищу с добавлением специй. Просто я готовила еду на всех, и до того, как посолить первое-второе, я откладывала еду в отдельную емкость для Софийки. Так, в принципе, мы питаемся и по сей день. По поводу того, как я дала ей самостоятельно есть. Было у нас много попыток, 8, 12 и 18 месяцев, но все заканчивалось едой на голове у Софии. Поэтому в определенный момент я отпустила ситуацию и дала ей есть самостоятельно уже ближе к году и 9 месяцам. В общем, как вы поняли, я решила немного прибраться. София проснулась, и я что-то себя плохо чувствую. Не знаю, что это и с чем связано. Почувствовала боли в ухе, в горле, в общем, такую слабость. Решила выпить парацетамол, мне вроде полегчало, поэтому я тут намыла немного варочную панель. Видели вы, уже загрузила в посудомойку. Все, что тут помыла, все убрала. И хочу, наконец-таки, 1 марта, дамы и господа. Весна пришла, пора убирать новогодние кружки. У меня еще новогодние тарелочки есть. Вот такие вот коллекции брала из фикс-прайса. Все сейчас соберу. Потом уже Паша придет, мы уберем вот туда наверх, над холодильником, получается. Вот, из того, что здесь лежит, это вот такие вот кружечки покупали в Сенсей в прошлом году. Вообще, мы любители кружек таких вот сезонных, да? Но, получается, мы берем только под Новый год. У нас Новый год только, только Новый год сезон. Вот такая вот кружечка. Брали пару лет назад, может, уже года три, в фикс-прайсе. Пару брала кружек, и еще блюдечки такие к ним шли. Так, а вот это... Вот эту пару мы брали очень давно. Мне кажется, мы с Пашей еще женаты не были на нашу фотосессию какую-то я покупала. Вот. Не знаю даже, где брала. Уже не помню, так что не подскажу. Тоже брала два. Два. Так, это нужно будет все убрать. Там другие достать. Хотя давайте я вместе с вами сейчас залезу, просто их уберу. Вот на эту полку. Вот. И стеклянные там прозрачные достану. Еще нужно куда-то определить Софикины. Вот эти паильники с трубочками. Один хочу отдать, наверное, племяшки свои, когда поедем. Надеюсь, когда-нибудь мы доедем. То у нас вечно то одно, то другое, то болезни, то разъезды. Ладно. Давайте наведить здесь порядок и чистоту. Итак, показываю результат, который у меня получился. В итоге я решила также убрать старую киевскую посуду. Оставила только новый сервиз, который Паша покупал нам, мне, на Новый год, который нам очень понравился в твоем доме. Она такая очень стильная, лаконичная, минималистичная, классная. В итоге все новогодние кружки уехали вон туда, назад и наверх. А я достала стекло. Здесь у нас вот такие вот двойные кружки. Мне безумно нравится из них пить кофе, чай. Очень эстетично выглядит и приятно. Руки не обжигаешь, а горячие. Вот. Наверное, практически у всех есть вот такие вот кружечки. Обычное стекло, большой такой формат. Мне кажется, здесь миллилитров 400 точно. Тоже приятно пить, особенно когда вот болеешь, нальешь себе такую бадью, выпьешь и уже как будто бы стало легче. Вот. Все вот так вот прибрала. Мне безумно нравится. Теперь стало легко, хорошо. Здесь вот оставила софин, софин стаканчик. Мы сейчас активно переучаемся пить из обычных стаканов. Но без контроля я не даю, потому что это всегда лужи. А так как у нас во всем доме паркет, это чревато последствиями в виде вздутий. Поэтому только под нашим чутким руководством и контролем она пьет из вот такого стаканчика. Брали в Икее, когда были в Стамбуле. Там набор был из нескольких штук. Так, а вот этот паильник, вот такой вот, отправляется к моей племяшке. Он хороший, нравится. Но Софийка уже, конечно, из него выросла. Поэтому я думаю, что нам больше не пригодится. Поэтому отдаю. А с чистой совестью, тем более он в отличнейшем состоянии. И банка у нас здесь прижилась. Я не знаю, откуда она взялась. Ты рисуешь там? Будешь показывать, как ты рисуешь, Софий? Там. Там рисуешь? Нет, на полу нельзя рисовать. Где можно рисовать? На листочке, да? Так, давайте покажу, что заказала в самокате. Сейчас Паша уже едет с работы. У нас уже 7 часов вечера. В общем, печенье вот такое, самокат со вкусом топленого молока. Сыр у нас закончился. Не знаю, попробуем вот такой сыр. Традиционный, российский, бездрежевой пшеничный хлеб. Обычно черемушки. Молоко. Вот такое вот 2 литра. То, что мы очень быстро все упиваем. И очень захотела сделать куриный супчик, легкий. Так как чувствую, что заболеваю, мне, надеюсь, поможет куриный суп. Такая вот небольшая доставка была, буквально спонтанная. Проделась за секунду. Вот. Сейчас будем все с вами разбирать. Наверное, как раз поставлю куриный супчик. Бульончик варится. Сейчас я убираю все продукты по местам. Буду готовить куриный бульон с добавлением лука, моркови и домашней лапши. Но снимать процесс я уже не стала. В этот вечер, как я и говорила немного ранее, я немного себя плохо чувствовала. И ближе к ночи у меня даже поднялась температура. Папочка. Ты чего кушаешь? Чего кушаешь? Сделал легкий супчик. Мы все им поужинали, также поели овощи и провели время вместе в предвкушении хороших выходных. Ну а сейчас я вам желаю легкой рабочей недели. Оставайтесь всегда на позитиве. Подписывайтесь на канал. Мы с вами скоро встретимся. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok